Пятница. Рабочая смена подошла к концу и можно со спокойной совестью погружаться в свои домашние хлопоты и дела, связанные с подсобным хозяйством. Сегодня мы отправляемся в соседний город за инкубационным яйцом. Сбывается наша давняя мечта обеспечения своей семьи настоящей домашней курятиной. Долгое время мы были не готовы к этому, но в этот раз отважились и сделали первый шаг к осуществлению планов. Нашли хозяйство, которое круглый год занимается поставками инкубационного яйца. Созвонились и заказали первую партию в 100 штук, потратив 3500 рублей. Дороговато? Ну что поделать, цена розничная. Оптовые цены, конечно же, интереснее, но нам три сотни яиц это очень много, просто очень. Мы же еще начинающие птицеводы. Дорога в одну сторону заняла у нас около полутора часов. Машина у нас не крейсерская, но тьфу-тьфу очень живучая. Потому медленно, но верно мы двигались к назначенному месту. На улице уже темнело и это придавало особую изюминку нашему путешествию. Ценный груз мы постарались защитить от возможного переохлаждения и потому закутали в заранее приготовленный плед. Все-таки нельзя допускать температуру яйца менее 10 градусов. Счастливые и довольные мы отправились в обратную дорогу, наслаждаясь видами ночной автострады, пробегающими огоньками, ведь мы давным-давно так не путешествовали. По возвращению домой мы приступили к церемониальному таинству, дающему жизнь всему живому. Всему живому в скорлупе, если быть точнее. Расставили мисочки под воду в заранее прокварцованный инкубатор и наполнили их водой. Устанавливаем пластиковую решетку, которая будет своеобразным полом и на которой будут лежать наши инкубационные яйца, а также сетку, которая будет отвечать за их переворачивание. Достаем наше сокровище и аккуратно закладываем в ячейки. Даже не верится, что через какие-то 20 дней это маленькое пенопластовое помещение будет встречать на белый свет новую жизнь. Это ли не волшебство? Разве это не явление настоящего чудо природы.